МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава МИД Германии Франк Вальтерштайнмайер на этой неделе посетит Латвию и Украину. В Риге министр встретится с представителями трех привалтийских стран – Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщил журналистом представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер. Встреча пройдет в рамках празднования годовщины возобновления дип-отношений после распада Советского Союза, отметил Шеффер. По его словам, конечно, будет обсуждаться и тема Украины, куда Штайнмайер вместе с французским коллегом Жан-Марком Эйро направится сразу после Прибалтики. Поездка в Украину, по словам представителя германского МИДа, состоится в среду-четверг. Главы МИД Франции, Германии Жан-Марк Эйро и Франк Вальтерштайнмайер в ходе визита в Украину проведут встречи с президентом страны Петром Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом. Спустя полгода после совместного визита, который состоялся 22 и 23 февраля, данная поездка позволит обсудить с украинскими властями продвижение и в осуществлении реформ и реализации Минских соглашений, заявили в МИД Франции. Христианско-демократический союз Ангела Меркель победил на коммунальных выборах в Нижней Саксонии с результатом в 34,4% голосов. На втором месте СДПГ. За социал-демократа проголосовали 31,2% избирателей. Партия «Зелёных» получила почти 11% и заняла третье место. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» стала четвёртой с результатом в 7,8%. Явка избирателей составила 55,5%. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», которая впервые принимала участие в выборах в этом регионе, набрала в большинстве избирательных округов в Нижней Саксонии менее 10%. Исключениями стали лишь несколько городов, в том числе Ганновер и Вольсбург. Напомним, на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание 4 сентября АДГ получила 20,8% голосов. За СДПГ проголосовали 30,5%, а за ХДС – 19%. Следующие выборы в Германии пройдут 18 сентября в Берлине. Там будут выбирать новый городской парламент. Повторные выборы президента Австрии отложили из-за бракованных бюллетеней. Об этом сообщил глава МВД Австрии Вольганг Саботко. Причиной переноса выборов стал некачественный клей на конвертах, в которые помещают бюллетени при голосовании по почте. Как глава Австрийской избирательной комиссии, я должен признать, что из-за брака почтовых бюллетеней мы не можем гарантировать юридически безупречные выборы. Избиратели пожаловались на то, что конверты невозможно надежно заклеить. Оказалось, что конверт можно открыть еще в течение 20 минут после того, как он был заклеен. Саботко заявил, что эту техническую проблему невозможно решить до 2 октября, поэтому выборы переносятся. По словам министра, рассматриваются две даты для новых выборов – 27 ноября и 4 декабря. Решение о новой дате проведения президентских выборов должен принять парламент. Закон о выборах президента от 1971 года гласит, что отсрочить выборы можно только в случае смерти кандидата в президенты, поэтому я предложил парламенту найти возможность назначить новую дату выборов. По последним опросам в президентской гонке лидирует кандидат от националистической партии «Свободы» Норберт Гофер, который опережает независимого кандидата Александра Вандербеллена на 4%. Напомним, 1 июля Конституционный суд Австрии признал президентские выборы несостоявшимися в связи с нарушениями в ходе голосования. В суд обратилась правопопулистская австрийская партия «Свободы», чей кандидат проиграл во втором туре выборов 22 мая с отставанием в 1%. Победу во втором туре президентских выборов одержал экс-лидер партии «Зеленых» Александр Вандербеллен. Он набрал 50,35% голосов. Его соперник Норберт Гофер получил 49,64%. Перевес в пользу Вандербеллена составил немногим более 31 тысячи голосов. В России заявили о намерении провести референдум о введении обязательного голосования на всех выборах. Плебисцит анонсировала глава Центра избиркома Элла Памфилова. Также Памфилова указала на то, что государство тратит огромные деньги на избирательную кампанию. Стоимость организации выборов 18 сентября 2016 года, например, составила около 10 миллиардов рублей. Памфилова подчеркнула, это же огромные деньги, это бюджетные деньги, они что, должны быть на ветер пущены, если люди не придут и явка будет низкая? Надо думать об этом, это важнейшая конституционная обязанность людей, считает глава Российской Центральной избирательной комиссии. Пока идея превратить право в обязанность звучит от чиновников в гипотетических предложениях. Однако, учитывая уровень чинов, разговоры обретают все более реальное очертание. В Нижнюю палату Национального собрания Белоруссии прошли два оппозиционных депутата. Анна Конопадская из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из Общества белорусского языка. Об этом в понедельник сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Лидия Ермошина. В составе парламента Белоруссии представителей оппозиции не было с 1996 года. Уважаемые дамы и господа, мне приятно сообщить вам, что выборы состоялись. И явка избирателей составила 74,8%. В выборах приняло участие в абсолютных цифрах 5,212,745 избирателей. По словам Лидии Ермошиной, на этих выборах оппозиционеры вели себя более конструктивно, чем на предыдущих. Я оцениваю еще позитивно в том плане, что они впервые не применяли риторику, направленную на срыв выборов. По крайней мере, это не применялось в массовом порядке. Что не было массового снятия кандидатов в депутаты от оппозиционных партий в знак протеста. Ряд оппозиционеров уже заявили о том, что выборы прошли с нарушениями. Но в Центр-Избиркоме уверены, голосование было прозрачным и открытым, а почти все рекомендации ОБСЕ были выполнены. Не были выполнены те рекомендации, которые требовали внесения изменений в закон. Подавляющее же большинство из 110 кресел Нижней палаты парламента по-прежнему остается за депутатами, лояльными бессменному президенту Александру Лукашенко, взявшему курс на примирение с Западом. Во Флориде сегодня подожгли мечеть. Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция. Пожар вспыхнул утром в мечети американского городка Форт-Пирса, которую посещал Амар Матин, известный как «Стрелок из Орландо». Он убил 49 человек в июне этого года в ночном клубе «Флорида Пульс». По словам местной полиции, причиной возгорания стал поджог. На видеозаписях с камер наружного наблюдения хорошо видно, как какой-то человек подошел к восточной стене здания, после чего там вскоре вспыхнуло пламя, а неизвестный скрылся. Водитель погибло. 17 студентов получили ранение в результате аварии школьного автобуса в Денвере возле международного аэропорта. Местные СМИ сообщают, что автобус ввез в сборную колледжа по футболу после матча в Калифорнии. Студенты возвращались домой. Водитель автобуса решил развернуться в этом месте. Мы не знаем почему. Пока не знаем. Это было полной неожиданностью для остальных участников движения. Всего ехали три автобуса, и остальные точно не собирались разворачиваться. Сейчас мы проводим расследование, и временно сняли все автобусы с рейса. И в этот же день три человека погибли в результате падения небольшого самолета в Неваде. Руководство аэропорта Рейну Тахо сообщило об инциденте с одномоторным самолетом Пайпер Чироки, который рухнул сразу после взлета на парковку аэропорта. На земле никто не пострадал, однако порядка ста машин водители в ближайшее время не смогут забрать. Парковку оцепили, пока следователи собирают обломки. Самолет должен был отправиться в залив Сан-Франциско. Причину падения обещают объявить в ближайшие дни. Крупнейший винный фестиваль Европы Вюрстмаркт проходит в городе Бад-Дюркхайм, земля Рейнланд-Фальц. Вюрстмаркт буквально означает сосисочная ярмарка. Здесь действительно подают множество сосисок и колбасок, но уже много веков фестиваль посвящен вину. В этом году фестиваль празднует свое 600-летие. Город Бад-Дюркхайм находится в начале так называемой винной дороги Германии. В этом регионе расположено множество виноградников и знаменитых винокурин. В течение двух недель в сентябре большое поле за городом становится парком развлечений, рынком уличной еды и таверной под открытым небом. На фестиваль собираются представители 36 местных старинных виноделин, возраст которых исчисляется столетиями, а также сотни начинающих винодельческих хозяйств. Все напоминает Октоберфест. Множество людей сидят в шатрах, но в их бокалах не пиво, а вино. Его подают в пол-литровых стаканах, поэтому сюда приходят группами. Покупают один стакан и по очереди дегустируют напиток. На поверхности стаканов есть углубления под пальцы, чтобы их легче было держать жирными от сосисок руками. На фестивале предлагают не только сосиски. Несколько знаменитых ресторанов региона угощают всех желающих своими лучшими блюдами. Помимо еды и напитков на фестивале существует множество других нетипичных для алкогольного праздника развлечений. Карусели, сеансы, ароматерапии, массаж, тиры, игровые автоматы и колесо обозрения. Все, чтобы испортить впечатление от выпитого. Продолжение следует...